Добрый день, дамы и господа! Мы на третьем уроке продолжаем. Давайте вспомним, что у нас на прошлом уроке было. Собственно, зайдем в нашу базу данных. Она с фаундбук называется, ну или как вы ее назвали у себя. И, соответственно, проверим, что у нас есть две таблички. И мы в прошлый урок их сделали. Абонент с телефоном. Плюс у нас есть также связи между ними. То есть они соединены. У нас табличка абонент имеет поле ID. И, соответственно, связанное поле в соседней табличке у нас называется, соответственно, абонент ID. Абонент ID. Вот они по этому полю, таблички соединяются. И, соответственно, сейчас мы будем пытаться вывести что-нибудь на страничку. На первом уроке мы вывели список абонентов. И на втором уроке мы писали запросы с join. Поэтому в этот раз мы как раз попробуем какой-нибудь запрос с join написать. Ну, чтобы мы не зря прошли эту тему. И, соответственно, поехали. Открываем наш файлик main.js. Вспоминаем, с первого урока у нас файлик остался. И он, соответственно, по пути. Давайте еще раз поясню вообще, что у нас за файлик. Смотрите, первые строчки у нас мы запрашиваем, собственно, загрузку в библиотеке Express. Это наш веб-сервер. Далее веб-сервер это та программа, которая будет отдавать пользователям. То есть те, кто запрашивают и смотрят сайты в интернете через браузер. Веб-сервер отдает какую-то страничку. То есть HTML-код отдает. А в данном случае вот у нас HTML-код, который здесь дается. Вот он здесь представлен. 17-23 строчки. 16-23. Вот это наш веб-сервер. MySQL-2 это программа, библиотека здесь, которая нужна для того, чтобы извлекать из базы какую-то информацию. Плюс, чтобы изменять какую-то информацию в базе данных. Для этого нам нужна библиотечка MySQL-2. Напоминаю, что их установить можно через команду npm-install-prabel и название пакета, в данном случае Express. А MySQL-2 это npm-install-prabel MySQL-2. В первом уроке это указано было. Как это сделать. Либо если у вас другой пакетный менеджер, например, yarn или pnpm, соответственно вы указываете под команду add вместо install. То есть получается yarn, пробел, add, пробел и соответственно название пакета. Или pnpm, пробел, add, пробел и название пакета. Отлично. Смотрите далее. В четвертой строчке у нас подключение к базе данных идет. Соответственно у нас есть хост, то есть это путь, по которому наша программка, наш сайт будет подключаться, наш сервер, точнее, будет подключаться к базе данных. В данном случае localhost означает то, что с нашего локального компьютера загружается. Мы подключаемся к базе, которая находится на локальном компьютере. Видите, да, у нас в phpmyadmin даже написано localhost. Соответственно мы как бы подключаемся к базе данных на localhost. Localhost. User. Это название пользователя. Ну тут понятно, да, на бон. Database это название баз данных. Вот соответственно если у нас баз данных называется phonebook, соответственно здесь у нас должна быть та же самая баз данных. Пароль. Ну по умолчанию в данном случае у нас, так как мы баз данных человек сам установили, у нас пароля нет, он пустой. Поэтому мы указываем пустую строку. Ну то есть две кавычки ставим и внутри ничего не указываем. То есть пустая строка получается. Вот здесь мы инициализируем наш сервер путем вызова как будто собственно функции экспресс. Вот теперь у нас в переменной app у нас находится наша переменная активного сервера. Далее смотрите у нас идет app get. Мы указываем после get, это означает тип запроса. Вот и когда вы сайт обычно открываете странички, перемещаетесь между ними, это происходит get запрос. Get запроса с английского слова get получить или получать. Соответственно как бы мы тем самым человек получает что-то по определенной ссылке. Соответственно вот здесь мы в кавычках указываем путь. Обычно в экспрессе указывается путь начиная со слэша, с косой черты. То есть это у нас косая черта означает корень сайта. То есть когда вы на главную страничку любого сайта заходите, вы попадаете соответственно вот именно на эту страничку. Соответственно если нам нужно было бы по какой-нибудь другой ссылке получить информацию, мы тогда бы здесь указали бы какое-то название. Например там my page. Соответственно в таком случае бы наши абоненты вывелись бы по нас на страничке my page. То есть название как бы нашего сайта, то есть доменное имя или по IP адрес. В данном случае когда мы запускаем вот наш тестовый проект, мы его запускаем вот здесь на 27 строчке указан порт. Когда вот мы функцию listen применяем, мы первым аргументом функции передаем номер порта, на котором запускается. Соответственно, чтобы получить доступ к нашему сайту, нам необходимо зайти будет на 3000 порт. Давайте еще раз продемонстрируем. Нам необходимо открыть консоль. Еще давайте посмотрим как открывать консоль. Зажимаете shift, левый shift на клавиатуре слева. И смотрите, и жмете правой кнопкой по пустому месту в проводнике. В проводнике там где файлы смотреть. Правой кнопкой нажали. И выбираете пунктик открыть окно. Консольное окно здесь или PowerShell здесь. То есть у вас может быть либо PowerShell, либо просто открыть консольное окно здесь. Нажимаете, тем самым у нас откроется консольное окно, в котором можно указывать по команды различные. Исполнять. Соответственно, те команды, которые я вначале говорил, те, которые для установки пакетов, они конкретно здесь указываются. В первом уроке я как раз вводил команды установки пакетов. В данном случае мы хотим ввести следующее. Мы запустить сервер хотим. У нас есть файлик main.js. То есть у нас один файлик JavaScript есть. На языке JavaScript. Соответственно, это у нас наш главный файл. Чтобы запустить его, необходимо написать следующую команду. Node. Node. Parabell. И, собственно, название файла. То есть Node. Это, соответственно, Node. Это у нас, так как мы запускаем наши JavaScript файлики, на платформе Node.js. Поэтому Node.js это, соответственно, название файла. То есть Node.exe. То есть мы исполняем файл, ноду, передаем наш параметр файлик, который запустить. Node.main. И нажимаем Enter. Вот. И у нас написано Server Started. Почему Server Started написано? Ну, возвращаемся в наш редактор. Вы можете пользоваться своим редактором. То есть неважно, какой вы редактор возьмете, да, у вас весь текст будет одинаково написан, да. То есть будет тема отличаться, будут какие-то дополнительные перемочки, фишечки, там какие-то панельки дополнительные, да. Но все редакторы позволяют вводить текст. Как где-то дополнительные, специальные такие, назовем это, помощники, которые позволяют быстрее что-то вводить, да. Подсказки вылетают всякие разные. Вот. Соответственно, делайте в любом редакторе, в котором вы их, собственно, пожелаете. Например, Visual Studio Code, либо Sublime, либо Atom, либо любой другой. Вот. Сейчас мы для простоты используем самый простой редактор, но TPA++, но не самый простой, потому что все-таки здесь подсветка есть. Какая-никакая, видите, да, у нас разным цветом все уделяется. Отлично. Смотрите, у нас 3000-й порт запустился. Давайте проверим, что у нас на 3000-м порту что-то вообще работает. И чтобы проверить еще раз, что у нас все работает, да, указываем наш хост, localhost и 3000-й порт. Открываем новую вкладку, пишем localhost 3000. Вот. Смотрите, видите, у нас вывелись список абонентов. Смотрим, как они выводятся вообще, да. Смотрите, что мы сделали. Мы здесь использовали пул. Через пул мы соединяемся с базой данных и исполняем запрос и получаем какой-то результат. Вот здесь мы результат получали, да. Давайте теперь сделаем следующее. Давайте мы добавим новый путь. Можете напечатать, либо скопировать. Я скопирую. Допустим, путь, и по которому мы выведем этот путь, у нас будет выводить список телефонных номеров абонентов. И смотрите, как мы его хитро сделаем. Мы хотим все-таки проверить, что у нас вот мы join изучили, да, как нервосы. Нет, две таблички. Две таблички. Мы здесь как раз сделаем то же самое. Используем такой запрос с join. Но смотрите, что сделаем хитро. Мы эту ссылку сделаем, чтобы мы могли выводить список всех телефонных номеров у абонентов, чьи имена содержат определенную строку. Ну, строк имеется в виду определенный текст. Например, возьмем два слова. Например, Артемий и Евгений, да. То есть у нас оба имени, они содержат букву и краткую, да. Соответственно, если мы и краткую вобьем, в буковку, да, соответственно, у нас будут подходящие имена по этому запросу два. То есть и Артемий, и Евгений, они содержат эту букву. Соответственно, два абонента. Тем самым, как бы, можем чуть больше, собственно, кусочки какие-то вставлять. И, соответственно, тогда будет уменьшаться. То есть, если, допустим, у нас в базе данных есть Артемий, да, и мы выбиваем Art, то у нас Артемий выведется. Поняли, да? И мы сразу выведем список телефонных номеров. И заодно узнаем, собственно, такую фишку, как лайк. Что такое лайк? В SQL-запросе лайком можно проверять, входит ли определенная строка, текст, в какое-то поле в базе. Для этого лайк существует. Давайте посмотрим. Давайте назовем, во-первых, путь. Давайте назовем сэч. То есть у нас такой некий поиск будет по имени абонента, получается. Сэч. И давайте, во-первых, просто проверим, что у нас страничка работает. Давайте мы, смотрите, у нас функция здесь, да? Давайте сейчас пока смотрим. У нас, видите, да, есть функция get, первый аргумент, у нее строка. Это путь. Путь, по которому пользователь зайдет и выполнится вот эта функция. То есть вот этот callback, вот эта функция, она выполнится. Да, и видите, у этой функции здесь есть два аргумента, rec и res. То есть их можно, на самом деле, по-другому назвать. Здесь аргументы вы можете как угодно называть. Например, можно по полными названиями. Rec, res это сокращение. Rec это request, а res это response. Респенс. Смотри, request это запрос, а response это ответ. Соответственно, в request у нас содержится информация, которая запрошена пользователем. А в response это объект, с помощью которого мы можем отправлять пользователю, то есть браузеру, который запросил у нас какую-то страничку. Мы можем в ответ ему отправлять нужные данные и нужные параметры указывать. Смотрите, давайте полностью напишем request response. Допустим, чтобы нам отправить какой-то текст, мы для этого должны воспользоваться объектом response. Для этого response в экспресс-сервере есть метод send. Функция send. И отправим здесь сюда какой-нибудь текст, отправим пользователю текст и напишем, что успешно, success. Отлично. Смотрите, после того, как вы сохранили файлик, необходимо наш веб-сервер перезапустить. То есть, если мы сейчас в объем, в адресу строчку search, то у нас она не найдется, эта страничка, будет написано can't get search. Соответственно, так как мы файл поправили, но сервер надо перезапустить. То есть, сервер, он как бы один раз загрузил, все. Соответственно, нам надо остановить сервер, для этого можете зайти в консольное окно и Ctrl-C нажать. Ctrl-C нажимаем, и он завершается. Бывает тогда вопрос, действительно хотите завершить. Нажимайте кнопочку Y и нажимайте Enter. И у вас, видите, опять мой курсор мигает, и вы можете новую команду вводить. Соответственно, надо заново ввести команду NodeMain. Либо нажмите кнопочку вверх, и тогда будет предыдущая команда появиться. Нажимаем Enter и перезапускаем наш сервер. Обновляем страничку. Вот видите, success появилось. Отлично. Вот эта кнопочка, обновляем страничку. Стрелочка с закруглением. Отлично. У нас отправился сообщение пользователя. Давайте, смотрите, теперь следующее сделаем. Теперь мы хотим написать наш запрос Join. Смотрите, какая штука. А как понять, если мы хотим сделать поиск по определенному кусочку имени абонента, как его получить, как пользователю указать это имя. Смотрите, какую мы фишку воспользуемся. Можно в ссылке указать параметр. Смотрите, как это будет. То есть мы будем не просто search указывать, а через slash укажем имя. Ну, часть имени. Например, от Натальи, например. Имя. АТ. Или просто букву А. Или, например, часть имени. Артемия, например, Art. Или, например, И. Артемий, Евгений. То есть мы часть имени будем указывать в параметре, который будет идти в то же самое search, slash. И после slash у нас идет в конце наш параметр, кусочек текста, по которому будем абонентов искать. Смотрите, как сделать так, чтобы этот параметр у нас поймался. Мы его поймали в этом методе. Смотрите, как мы делаем. Для этого нам также необходимо поставить slash, косую черту. И дальше, смотрите, параметр, который мы хотим извлечь, мы здесь его называем каким-то образом. Например, это у нас как бы часть имени, да? Или запроса, да? Давайте назовем его, ну так, как это все-таки абонент ищем, абонент query. Абонент query. Но необходимо поставить двоеточие. Двоеточие мы ставим, чтобы экспресс понимал, что это параметр, который как бы будет меняться. То есть, если мы вот так вот сделаем, да? Соответственно, он прям будет, как бы эту строчку, вот именно вот воспринимать именно так, как мы указали. Будет прям search slash именно абонент query написано. То есть, если мы что-то подставим место абонент query, он по этому пути не, он его не найдет и не попадет. Соответственно, здесь необходимо указать двоеточие. Вот. Теперь давайте проверим, что у нас вот этот параметр, мы его как-то можем где-то извлечь вот в этом callback в методе, да? Для этого нам необходимо воспользоваться объектом request, который содержит информацию, которую пользователь запрашивает. Request. Для этого в экспрессе у нас есть специальный параметр params. Внутри params у нас содержатся, собственно, поля, которые здесь в ссылке указаны, параметры. То есть, если у нас абонент query называется, да, параметр, дабл кликом, то есть двойным нажатием, можно выделять кусочки слов. Два раза кликнули, выделялось. Ctrl-C, Ctrl-V вставить. Горячие клавиши. Ctrl-C. Копировать, Ctrl-V вставить. Request params.abonent query. То есть, мы из объекта params извлекаем параметр прям с названием, ну, так же, как вот здесь указали, абонент query. Вот. И давайте теперь вот этот объект, этот параметр, да, отправим пользователя обратно. Ну, чтобы проверить, что, как бы, у нас все работает. Не забываем перезапустить сервер. Сервер стартит. Перезапускаем. Вот. Сейчас у нас ничего не пропало, давайте еще раз. Все пропало, в смысле, давайте. I, I. Вот. Видите, да, мы параметр I указали, у нас I вывелось, допустим, I. Видите, то есть, он у нас экспресс извлек, собственно, параметр, и мы его отдали пользователю в ответе. Или, например, art. Или, например, yog. Отлично, да. То есть, у нас параметр вот здесь вот есть. Давайте мы его в отдельный объект укажем. Ну, в отдельную переменную запишем. Так, наверное, запишем. Абонент query. Все. Чтобы о том вот такие длинные вереницы не писать. Вот там абонент query. Отлично. Давайте response send удалим. И все-таки напишем, давайте, короткие названия, как обычно люди используют. Не всегда нужно короткие названия использовать. Главное, что такие названия используют, чтобы было потом понятно. Слишком короткие и бессмысленные сокращения использовать не стоит, потому что будет потом непонятно, что это спустя время. Абонент query. Смотрите, дальше необходимо нам запрос написать. Давайте кусочек вот отсюда. А, дайте теперь заново напишем. Pull query. Вот. Открыли, закрыли. Желательно скобочки сразу открывать, закрывать. Кавычки открывать, закрывать. Особенно на ранних этапах лучше так делать. Потому что, когда что-нибудь печатаешь, забываешь закрыть скобочку, еще что-то, кавычку. Лучше сперва вот так делать, а потом уже, когда уже опытными станете, можете, соответственно, не париться и писать сразу. И потом закрывать. Просто надо в уме держать. Открыли скобку, открыли кавычку, да. Пишите, вы в уме держите, что вам надо обязательно закрыть. Понятно, да? Query. Давайте запрос напишем. Смотрите. Давайте побольше сделаем. Масштаб. Вот. Поменьше. Отлично. Смотрите, select. Извлекаем что? Нам необходимо извлечь. У нас две таблички, да? Поэтому давайте-ка мы извлечем из таблички Telephones. Извлечем номер. Дальше. Из таблички Abonents. Извлечем имя пользователя. То есть у нас будет им абонента и телефонный номер. Отлично, да? Соответственно, если у нас несколько телефонных номеров, у нас, соответственно, будет, допустим, если у меня у Артемия два телефонных номера, будет отображаться Артемий, телефонный номер. Следующая строчка опять Артемий и другой телефонный номер. Отлично. Телефон, с набор, абонент с name. Отлично. Дальше, смотрите, указываем. Мы выбрали из одной таблички одно поле, из другой таблички другое поле. Дальше надо указать, из какой таблички извлекать. From. From. И указываем из таблички с какой. Давайте для, так как у нас все-таки абонент Query, мы будем пытаться понять, входит ли вот этот кусочек текста в имя абонента, да? Мы первую табличку, нашу главную, укажем табличку абонент. То есть мы будем изначально извлекать данные из таблички абонент. Смотрите. Давайте, во-первых, у нас, смотрите, динарные кавычки, да? Сейчас стоят. Смотрите, когда вы меняете на кавычки с апострофом или интерполяцию, да? У вас становится возможность переносить текст на следующую строчку. То есть если у вас одинарная кавычка, вы не можете текст переносить. Давайте еще раз покажу этот момент. То есть если вы перенесете текст, да? У вас видите, собственно, подсветка разрывается. То есть у вас строчка неправильная, такая строчка некорректная. Отменяем. Соответственно, если мы делаем построфы, мы можем переносы внутри делать. Все, переносы внутри делаются. Видите, да? И подсветка у нас не слетает. Отлично. Введем на строчку. Давайте from на следующий перенесем. И вот здесь вот так сделаем. From abundance. Дальше смотрите, какая штука. Давайте же он, что-то небольшое сделаем, наверное, вот так. From abundance мы должны объединить теперь с другой табличкой. Нам же телефонные номера нужно извлечь, да? Соответственно, мы пишем ключевое слово join. Join, то есть соединиться. Соединиться с чем-то. Соединяемся с чем? С табличкой telefons. Телефон. Соединяемся. Но при этом соединиться надо по какому-то полю. В табличке telefons, я напомню, у нас было поле абонент ID. Абонент ID. И пишем равно. И поле надо из другой таблички указать. А в абонентах у нас поле называется просто ID. Вот. И тем самым мы их соединили в две таблички телефон и абонент. Далее нам необходимо указать, а, собственно, профильтровать этот результат. То есть сейчас мы полностью все данные извлекли. А нам нужно извлечь только те данные о, собственно, вот этот кусочек текста, который мы указали в параметре, да? Чтобы нам только этих абонентов вывело. Соответственно, необходимо указать, что наше имя абонента содержит этот кусочек. То есть мы where пишем, абонент.name и как узнать содержит. То есть если мы хотели бы четко выбрать какой-то, например, у нас есть имя абонента, например, Евгения, да? И мы хотим четко Евгения выбрать, да? В таком случае мы писали бы равно и указали бы, собственно, текст Евгении. А если быть точнее, так как у нас все-таки тут библиотечка MSQL2, мы вместо вот таких кавычек, да, ставим вопрос. И параметр наш передаем аргумент. Вместо вопроса передается вот вторым аргументом функции query. То есть вот так вот было бы. Евгений. И было бы равно вопрос. И вместо вопроса подставилась бы строка Евгения. Вот так вот бы произошло бы, да? Но нам нужно, чтобы не четкое совпадение было, да? А чтобы кусочек текста входил в имя. Для этого вместо оператора равно, как бы есть, а оператор или ключевое слово like. Like переводится как как. Подобный. Like-э кто-то. Может быть слышали. Like-э про. Быть как про. Как. То есть абонент, который совпадает, похож как вот то, что мы укажем. Смотрите, как это делается. Есть мы, соответственно, вот в аргументе, да? Давайте тоже апострофы сделаем. Давайте пока без апострофов. Смотрите. У нас есть параметр абонент query, да? То есть если мы вот так бы написали бы, да? У нас в этом вопросе был бы просто вот тот параметр, который мы передали бы. Евг. Прям в том, что в лайке необходимо указывать специальный символ процент. Смотрите, давайте я вот здесь его напишу, в пустой строчке, к примеру. Смотрите. Like должно быть написано. Потом идет какой-то текст. Например, если бы мы вот так вот написали бы, да? То и like бы все равно он работал бы как равно. А если мы хотим, чтобы у нас было более продвинутые запросы, да? Чтобы, допустим, часть этого слова входила в запрос, мы должны указывать процент. Смотрите. Если мы с обоих сторон... Процент. Специальный вот символ такой. Процент. Если он, смотрите, с обоих сторон стоит, да? Значит, то, что как бы вот это слово должно внутрь входить. И слева от него, и справа от него. То есть процент означает как бы любые символы. То есть как бы у нас любые символы слева от Евг и справа от Евг содержатся, да? То есть если мы вот так бы указали бы, получается, что мы все поля, как бы нам подходят все поля, значения которых начинают с Евг и заканчиваются неважно чем. Если бы наоборот сделаем, допустим, процент в начале, значит то, что может идти с чего угодно значение поля и заканчиваться обязательно Евгом. Понятно, да? А, соответственно, если и с обоих сторон процент, получается, что как бы нужный кусочек, он как бы внутри должен находиться. А слева от него и справа может быть что угодно. Понятно, да? Хорошо. Соответственно, нам нужно, соответственно, в кабинет query прибавить процент. Как мы делаем? Смотрите, можем плюсом, оператором воспользоваться. Например, одинарные кавычки, процент, плюс, то есть слева процент поставили, и справа процент поставили. Вот так. Давайте проверим, потом чуть поменяем. Then. Делаем callback функцию. Callback, соответственно, это функция, которая передается в качестве аргумента. То есть мы вот в эту функцию, видите, скобочки подсветились. Мы внутри нее помещаем функцию. Function, аргумент, и вот фигурные скобочки тела функции. Вот, смотрите, видите, здесь у нас data 0. Вот, и, соответственно, давайте посмотрим, мы видим вообще, что за информация нам пришла, да, и приходит. Давайте воспользуемся следующей опцией. Помните, в первом уроке было response.json мы использовали. Response.json позволяет нам вывести какой-то объект в виде JSON формата. Это нужно, допустим, чтобы вывести какие-то объекты целиковые, не просто строк, а целиковый объект, чтобы, это нужно, ну, в некоторых случаях это нужно именно в JSON вводить, в некоторых случаях это мы вводим для теста, для того, чтобы понять, какие данные вообще нам приходят, да. И мы передаем сюда data. Давайте посмотрим, что приходит к нам сюда. Response.json.data. Вот здесь у нас response.json, а мы здесь response.json используем. Давайте перезапускаем сервер. Смотрим. Вот, видите, да, евга у нас, собственно, пришел объект JSON. Смотрите, видите, у нас нулевой элемент извлекается, да, давайте тоже мы, собственно, отдадим нулевой параметр. Вот, теперь у нас пустой массив приходит. То есть это означает то, что у нас запрос, мы, может быть, ошиблись в запросе, он нас не выводит, а никакое количество, собственно, полей никаких, да. В чем проблема? Давайте выясним. Абонент с телефона соединили, абонент с name, like. И like сделали, then function data. Давайте, смотрите, чтобы проверить, что у нас все работает, мы прям запросы дублируем в наш интерфейс phpMyAdmin. Выбираем, собственно, базу данных и нажимаем SQL. И вставляем наш запрос сюда. Вместо вопроса мы подставляем нашу строку с процентом. Ну, например, evg. Вот. И действительно у нас ничего не возвращается. Давайте посмотрим, может быть, у нас Евгения нету, да. А давайте зайдем в абонентов. В абонентов. Вот, видите, Петр, Ален, Илья, у нас такого нет абонента, поэтому, собственно, и логично. И таки, что у нас запрос ничего не вывел, да. А давайте попробуем теперь не Евгения, раз уж у нас тут есть три человека, Петр, Алена, Леонид, да. Давайте мы укажем, например, Петр. Видите, у нас Петр извлекся, у него два телефонных номера. Давайте проверим. У Петра у нас единичка, да. Назовен номер абонента, видите, абонент ID, у нас два телефонных номера. Абонента два у нас, посмотрим, сколько телефонных номеров. У Алены один телефонный номер. Давайте посмотрим. Алена. Алена. Один телефонный номер. И последовательный человек Леонид был. Леонид. Смотрите, мы сейчас полное название вбиваем, да. Смотрите, какая вообще буква у Петра и Алены. Буковка Ё. Давайте попробуем. А если мы ее укажем? Видите, да. У нас мы ее вбили, у нас как бы все телефонные номера пришли. То есть вот он, телефонный номер у нас Петра первый, второй. И вот, соответственно, телефонный номер Алены. То есть у нас все пришло. Отлично. Давайте следующее теперь сделаем. Давайте теперь мы как-то это отрисуем. Вот у нас был кусочек кода, который вводил нам список абонентов. Давайте мы его скопируем, потому что он будет, по сути, похожий. Единственное, что да, вот сделаем переменную. И укажем, что это у нас телефонные номера. Переменуем. Телефон. Смотрите, у нас в дате первым аргументом, то есть у нас массив приходит. Первым аргументом у нас как раз приходят данные. А вторым аргументом это различные параметры приходят. Поля, по которым извлекались. В данном случае, поэтому мы у массива дата первый элемент извлекаем. У нас в джаваскрипте массивы нумерируются с нуля, поэтому у нас первый элемент нулевой. Вот, соответственно, телефон. Теперь у нас та же самая версточка, что для абонентов, да. Смотрите, у нас объект поменялся. Вместо абонент мы телефон указываем. Соответственно, вместо абонента мы указываем телефон. И выводим у нас, смотрите, у нас, видите, number пришло, поле, и name. Давайте мы выведем сперва имя. Name это у нас, на данном случае, имя абонента выведется, да. И следом, через пробельчик, выведем, соответственно, номер телефона. Телефон.number. Давайте чуть поменьше масштаб сделаем. Видите, да, у нас телефон name, пробел, телефон number. Не забываем, что у нас так мы апострофы используем, да. Мы, соответственно, можем вставлять внутрь строк переменную с помощью вот этой конструкции доллар, фигурная скобка, какое-то выражение, или переменная какая-то, и фигурная скобка закрывает. Давайте сохраним и перезапустим. Нажимаем control-c, вверх, enter, и нажимаем кнопочку обновить. Смотрим. Видите, отлично, да. То есть у нас пришло три телефонных номера, Петр, Петр и Алена. Давайте еще посмотрим, какие у нас буквы вообще совпадают у людей. Например, буква L. Давайте проверим вообще, к регистру чувствительно или нет. Видите, у нас L маленькая, здесь L большой. Давайте проверим. Алена, видите, L маленькая, L, у нас, соответственно, пришла только Алена. Если мы большой в объем, у нас, соответственно, пришла тоже Алена. Еще раз обновляем. Вот такая штука интересная. У нас Алена в любом случае приходит. Давайте проверим, почему это так. Давайте, Леонид. Потому что у нас сломалось что-то. Почему он сломалось, сейчас узнаем, почему. Абонент квери. Давайте еще раз перезапустим, на всякий случай. Телефон номер. Телефон. Смотрим, 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 смотрим. Смотрим. Понятно, знаете, почему. Потому что у Леонида, что, нет телефонных номеров. Вы помните? Вот, соответственно, поэтому ничего не вводится. Давайте это сделаем так, чтобы понятно, что если, допустим, телефонных номеров не найдено, давайте мы увидим сообщение. Телефонных номеров не найдено. А как понять, что телефонных номеров не найдено. Давайте сделаем следующее. Мы выведем, давайте просто для простоты, количество телефонных номеров найденных. Для этого у нас мы используем, давайте, во-первых, мы в Уле находимся, да, мы перед Улом добавим список найденных телефонных номеров. Напишем найдено. И укажем телефон. Смотрите, чтобы у нас массив, да, то есть это набор данных, мы можем у него использовать поле Length. Length это длина, то есть длину массива выведем. И чтобы для нас и вообще для пользователей было понятно. А то непонятно, да, пустая страница, то ли это ошибка какая-то, да, у нас не работает что-то. А у нас действительно все работало. Давайте нажимаем стоп, вверх. Опять сервер запустился. О, видите, найдено ноль телефонных номеров, потому что, ну, как бы у Леонида нет телефонных номеров. А у Алены, где буквы КЛ, неправильная раскладка. Алена, отлично, давайте еще раз заглянем. У нас, соответственно, у Алены и Леонида буковка Н общая. Давайте, буковка Н. По буковке Н у нас, к сожалению, Леонид не нашелся. Почему-то, а, знаете, почему? Потому что у Леонида нет телефонных номеров. Поняли, да, фишку? А давайте Петр, Алена, последний момент. У них общих букв нет. Давайте тогда для простоты еще добавим, как раз Леонид номер. Давай добавим, чтобы не обделять его. Нажимаем кнопочку вставить. И, соответственно, абонент у нас Леонид. Телефон у него домашний. И телефон у него будет 7, 890, 244, 44, 22. Вперед. Добавили, да? Соответственно, теперь у нас по Н у нас будет два телефонных номера. Оп, два телефонных номера. Смотрите, давайте еще раз подведем итоги, что мы сегодня вообще сделали. Мы сделали вот такой, собственно, путь, запрос. Ссылку, по которой мы можем, собственно, любой параметр указать здесь, вручную набрать. И он у нас ищет абонента. Собственно, вот этот кусочек, которым мы влеваем этот параметр, он должен содержаться в имени пользователя. Он находит, соответственно, таких абонентов, таких пользователей. Наши телефонные книжки, да, записанных. И пользователи все-таки это абоненты, да. Абоненты находят абонентов соответствующих и вводят список их номеров. То есть, если абонент нет номеров, соответственно, он их не выводит. Ну, это понятно, абонент нет номеров, зачем мы его выводить, да? Вот, собственно, так. И у нас пират alike, он у нас ищет совпадение по... То есть, вот если процент слева и процент справа, то то, что он внутри поля, он будет искать. Вот, собственно, так. Ну, я думаю, пока на сегодня хватит, да? А дальше мы уже будем остальные странички доделывать. Надеюсь, вы что-то и полезное извлекли из этого урока. Собственно, подписывайтесь на наш канал. И до встречи, до скорого!